Погоня за алиментами. В нее включились и родители, которые годами не получают деньги на содержание детей и судебные исполнители. В Черкасской области более 16 тысяч должников. Как часто их находят, что забирают в пользу детей и чем это может обернуться, выяснял Станислав Кухарчук. В этой квартире, по данным исполнителей, живет мать, которая бросила двоих дочерей на отрасль. Еще 15 лет назад. Он потребовал алименты. Приставы пришли описывать часть квартиры, якобы принадлежащую ей. Бывшая свекровь удивлена, уверяет, невестка давно с ними не живет. В 2004 году ее отсюда выписали, отсюда с этой квартиры, судом. Никаких алиментов она не платила. Ей платили наоборот. Вот эти две девочки, которые остались, остались сейчас, они с ее пособией ей давали пенсию. Понимаете, ей платили. Подобных казусов хватает, говорят исполнители. Да и отыскать неплательщиков крайне сложно. Хотя с ужесточением закона многие сами спешат погасить просроченные выплаты. С подобными долгами безответственных родителей и прав водительских лишить могут и за границу не выпустят. Отец 19-летнего Станислава должен бывшей жене 70 с лишним тысяч гривен. Хотя и живет с ними в одной квартире. Пока тот на заработках, приставы описывают его часть жилплощади. А вот соседи спешат вступиться за мужчину, хотя от камеры прячутся. Мать Станислава захотела получить полную компенсацию алиментов деньгами. Но выдадут их женщине только после того, как часть квартиры мужа продадут. Такая схема погашения задолженности по алиментам очень удобна для мошенников, уверяют юристы. Во-первых, покупатель становится полноправным собственником части жилплощади и имеет право жить там. Во-вторых, неизвестно, как этот покупатель распорядится своей недвижимостью. Потому что реализовать частку квартиры – это очень проблематично. Когда можно реализовать всю квартиру. О квартирных аферистах в Черкасах мы сняли целую серию материалов. Летом прошлого года местный адвокат по решению суда подселил к женщине с 7-летним ребенком десяток крепких парней. Молодчики несколько месяцев терроризировали семью, пытаясь выжить ее из дома. Схема у мошенников накатанная. И не исключено, что ею захотят воспользоваться, чтобы выселить из квартиры родных гостного неплательщика алиментов. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности – телеканал «Интер» Черкассы.